МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Касьяненко-дело Артура Атабекяна, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, выразившегося в совершении в отношении сотрудников места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности. В судебном заседании прокурор изложил предъявленное подсудимому обвинение, к которому Атабекян, известный в криминальной среде как Артур Молодой, выразил свое отношение, сказав, что вором в законе не является, насилие никому не применял и желает давать показания. Кроме того, в судебном заседании допрошено двое свидетелей. 6 июля начинается процесс по делу жителя поселка Оленина-Чижова. Он обвиняется в том числе в совершении жестокого убийства, сопряженного с разбоем и с насильственными действиями сексуального характера. Предварительным следствием установлено, что утром 12 июля прошлого года обвиняемый, находясь в лесном массиве на территории Оленинского района, задушил и нанес не менее 45 ударов по телу 24-летней знакомой, жительницы Твери. Раскрытие данного преступления, совершенного в условиях неочевидности, представляло особую сложность в расследовании, связанную с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик. В распоряжении следователя находились лишь данные, полученные из объяснений матери потерпевшей, которая обратилась в полицию с заявлением о пропавшей без вести дочери. На момент возбуждения уголовного дела не было установлено даже местонахождение тела потерпевшей. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета России по Тверской области с сотрудниками ОМВД России по Тверской области оперативности исследования, получаемой информацией и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался безработный житель Оленина, который первоначально не признавал свою вину, говорил, что высадил девушку на дороге и уехал. Однако с учетом полученных доказательств, в том числе видеозаписей с камер наружного наблюдения, признал свою причастность к убийству девушки и показал место сокрытия ее тела. После предъявления первоначального обвинения уголовное дело продолжало представлять особую сложность в расследовании, вызванную большим объемом выполненных и запланированных следственных и иных процессуальных действий, большим количеством назначенных и проведенных судебных, в том числе молекулярно-генетических, сложных комиссионных медицинских судебных экспертиз, большим объемом оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, несмотря на неопровержимые доказательства его вины, в частности, заключение генетической и комиссионной медицинской судебных экспертиз, обвиняемый отрицал факт совершения им насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, разбойного нападения на последнюю, а мотивом убийства называл личные неприязненные отношения, вызванные оскорблением его со стороны девушки. Все версии обвиняемого не нашли подтверждения. Так установлены иные мотивы убийства потерпевшей, сексуальной и корыстной, а также факт совершения убийства с особой жестокостью и совершения иных действий сексуального характера и разбойного нападения. Уголовное дело с утвержденным обвинителем заключением поступило в Тверской областной суд. О дате рассмотрения мы сообщим в патрульной службе. Продолжение следует...